Так вот, по поводу Турции, наш министр иностранных дел Израиль, Кац, сказал, и это было опубликовано только сегодня утром, вы можете проверить, что, к сожалению, Эрдоган снова жертвует экономическими интересами народа Турции. Мы четко дали понять, что Израиль не поддастся насилию и вымогательству, и мы не будем терпеть одностороннее нарушение торговых соглашений, а также предпримем ответные меры против Турции, которые навредят турецкой экономике. Теперь министр сказал, что он распорядился подготовить дополнительный список товаров, которые Израиль будет блокировать для экспорта из Турции. Кроме того, министр поручил официальным лицам Израильского Министерства иностранных дел связаться со странами и организациями в Соединенных Штатах, чтобы прекратить инвестиции в Турцию и остановить импорт товаров из Турции, а также обратиться к нашим друзьям в Американском Конгрессе для рассмотрения нарушения законов о бойкоте и соответствующего наложения санкций на Турцию. Израиль заявил во вторник, 9 апреля, что намерен ввести меры для ограничения импорта товаров из Турции в ответ на ограничения, введенные Турцией на экспорт широкого спектра товаров в Израиль до объявления перемирия в Газе. Министерство торговли Турции заявило, что меры будут касаться экспорта товаров из 54 различных категорий, включая железо, мрамор, сталь, цемент, алюминий, кирпич, удобрения, строительное оборудование и продукцию, авиационное топливо и многое другое. Израильский представитель на брифинге в Тель-Авиве сослался на слова министра иностранных дел страны Израиля Каца, говоря, что турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган снова жертвует экономическими интересами народа Турции ради поддержки Хамаса, и мы ответим аналогичными мерами. Сразу после начала конфликта между Израилем и Хамасом Турция и Израиль отозвали своих посольств, регулярно обмениваясь жесткими заявлениями. Шаг, предпринятый во вторник, стал первой значительной мерой принятой Турцией против Израиля с момента начала конфликта.